Продолжение следует... Заболоцкий получил квартиру, и квартира была в известном доме, это те, кто из вас были в Петербурге, канал Грибоедова, третий дом от пересечения с Невским проспектом, вот там два верхних этажа, а государство определило писателем, и жили там, кроме Заболоцких, и Шварц с семьей, и Вениамин Каверин с семьей, и Николай Леников с семьей, и многие-многие, вот такая... Очень симпатичная компания. Но вот к концу 30-х годов известен эпизод о том, как управляющий всей вот этой писательской делянкой, если можно так назвать, собрал женщин, которые там работали, мыли полы, убирались, не знаю, что там еще делать, за лифтом следили. И объявил им, что поскольку очень много врагов народа, то наверняка очень много врагов народа среди писателей. И вот если они будут своевременно доносить на этих врагов народа, то, соответственно, у них появится возможность получить квартиру в этом доме. И вот эти мотивированные женщины начали стучать. Но самое поразительное в этом другое. То есть арестовано было уже 4 семьи. Ну, это иногда не полностью семья там. Кого-то арестовывали, кого-то высылали. Иногда всех арестовывали. А Заболоцкий был абсолютно уверен, что его это не коснется, поскольку у него так жизнь шла в гору. Там Центральный комитет Грузии ему только что вручил какой-то там знак отличия за перевод Руставеля, «Витязь в тигровой шкуре». Он заключил договор, ни много ни мало на перевод слова о полку Игореве. И слово полку Игореве, конечно, в таком державном государстве сталинского типа, которое тогда строилось. Но это тоже был какой-то знак отличия. Поэтому Заболоцкий даже и вуз не дул. А ведь каждый день проходил мимо квартир, где тут забрали, тут забрали, тут забрали. Но забрали его. Он уехал под Ленинград в Дом творчества. И ему позвонил председатель Союза писателей Ленинграда. И попросил там явиться в 11 часов утра для разговора. Николай Алексеевич пришел для разговора, его арестовали. Его арестовали и поехали на квартиру. И там был совершенно, конечно, потрясающий эпизод, когда его жена сидела и знала, что где-то в какой-то папке лежит книжка Заболоцкого, а там записка от Бухарина. А только что разоболочили правый блок, всех расстреляли. И по тем временам записка от Бухарина, она была совершенно незначащей какой-то. Но дело не в этом. Если ты был знаком с Бухариным, то все, тебе конец практически. Тем более, если были какие-то вещественные подтверждения. Более того, как раз тогда и пыталось НКВД создать некое такое дело на группу поэтов и писателей, которые были связаны с правым блоком, с Бухариным, Рыковым и так далее. Так что, найдя они эту записку, мы уже бы не прочитали никаких произведений Заболоцкого. Но они не нашли записку. Они не нашли записку, они забрали все рукописи. Для русской литературы эти рукописи навсегда потеряны. Существует такой список произведений Заболоцкого, которых мы никогда не прочтем. И вот дальше началось то, что все время начиналось в таких случаях. Допрос, который длился четверо суток, следователи сменяли друг друга. И где-то на четвертые сутки разум начал отказывать Николаю Алексеевичу. Но так как вот этот допрос на протяжении четырех суток не дал никаких результатов, его начали бить. Его начали бить. И вот здесь у него случился такой психотический приступ. Он сам бросился на следователей. Его отгоняли струи холодной воды из Баранспойда. И у него начались галлюцинации. И, в общем, он сошел с ума временно. Его определили в психиатрическую больницу при тюрьме, где две недели он лежал. Он потом же не рассказывал, что у него было такое видение. Он так лежал, собравшись в клубок. Ну, так же, как он лежал, когда его избивали ногами. Ему казалось, что он укрывает своим телом маленькую дочку. Хотя, конечно, там никакой дочки не было. А у кровати стоял сумасшедший, который кричал какие-то лозунги о славе и величии товарища Сталина. Ну, вот я думаю, что в абериузских фантазиях вот такой зловещий образ вполне мог бы поселиться. Что потрясающее? Николай Алексеевич никого не предал. Он никого не сдал. Он ничего не подписал. Ну, и тем не менее, он получил пять лет лагерей. Он тогда еще не знал, что пять лет истекут, и будет 1343 год. То есть, будет идти война. И тогда ему продлят еще на полтора года срок заключения. Потому что по такой негласной договоренности между властью и начальством лагерей выпускать политических заключенных во время войны было нельзя. То есть, он отсидит шесть с половиной, потом получит поселение в Караганде и только уже изрядно после войны вернется в Москву. Вот так вот это в целом выглядело. А так вообще, конечно, для Заболоцкого началось вот этот страшный мир. И вот в предыдущих передачах я рассказывал о том, как он себя дисциплинировал. Он дисциплинировал, потому что хотел создать из себя большого, даже, может быть, великого поэта. Так как считал, что дело не только в таланте, но и в самодисциплине. Очень много этим занимался. И вся эта самодисциплина ему пригодилась, потому что он сразу увидел эти огромные камеры, где люди не могли даже сесть. Так их было много, где они стояли, где слышался крик пытаемых, где включали машины во дворе, чтобы они работали, чтобы не слышно было криков. Но шум этих машин так воздействовал на воображение людей, которые там были, что им становилось еще хуже. И вот их повезли, повезли на то, что потом будет называться, да и называлось Байкал-Амурской магистралью. До Свердловска доехали за два дня, а потом ехали два месяца. Два месяца вот в этих холодных вагонах, где все пытались залезть туда, на верхние нары, сбиться кучкой, чтобы было немного потеплее. И иногда не было воды. И вот на Новый год, Новый 1039 год, сосульки, образовавшиеся на стенах вагонов от испарений человеческих. И вот они ходили, их слизывали, потому что пить было нечего. Об этом Забавловский напишет в истории моего заключения, уже потом, после 20-го съезда. И он напишет, такого Нового года я, конечно, никогда не забуду. И он сразу столкнулся с тем, что с тем сталкивались политические заключенные, с противостоянием тех, кто был по 58-й статье, и уголовниками. И когда их уже поселили в лагере, там в истории моего заключения Забавловский опишет, ну что, ну вот, нары, ты лежишь. Здесь раздевают человека. Его раздевают, потому что на него играют в карты, на его одежду. И по мере того, как он проигрывает, с него все снимают. А остаться в лагере или в поезде во время этапа без одежды – это верная гибель. Самое важное, надо было беречь одежду. И уже потом, уже потом, после лагеря, когда он будет жить в Москве, у него всегда на антресолях будет лежать бушлат, в столе будут лежать несколько ремней подпоясывающих, без них там в тайге делать нечего. Совершенно будут лежать валенки, он будет готов в любую секунду. И когда их выводили в баню, вот когда они ехали в лагерь, то в бане мыться было нельзя, потому что у тебя в любой момент могли украсть одежду. А если украдут одежду, другой не дадут, а другой не дадут, ты замерзнешь насмерть. И вот здесь раздевают человека. Там идет поножовщина какая-то. А кто-то пытается уснуть. И сгребает себя от колопов горстями. Горстями, чтобы на верхних нарах, когда лежишь, бросить их вниз, чтобы они тебя особенно сильно не ели. Заболоцкий очень быстро понял, что, в общем, погибнет. Постолку поскольку, несмотря на то, что он был мужчиной здоровым, как крестьянская закалка. Но он работал на лесоповале, и работа была совершенно ужасной. Для тех, кто вырабатывал норму, был, значит, один стол. Он был получше. Для тех, кто не вырабатывал норму, стол был такой, что на этом невозможно было как бы жить. А как ты выработаешь норму, когда ты никогда не валял деревья, не распиливал их, не складывал? Тебе нужно войти. А войти ты не можешь, поскольку силы-то тают. Можешь умереть до того, как научишься делать норму. И ему повезло. Вот судьба спасла нам великого поэта. В какой-то момент решили там строить дальше железную дорогу. И спросили, кто чертежник. Есть ли чертежники. И Заболоцкий, все-таки реальное училище закончил, сказал, я чертежник. Его взяли вот в эту бригаду. Но деталь потрясающая. Чертить-то он не мог. Руки изуродованные. Руки изуродованные, опухшие. И вот пока руки заживали, ну, чтобы чертить можно было, он очень быстро изучал чертежное дело. Надо сказать, что те, кто работали в чертежном отделе, честь и махвала его не продали, потому что чертежник, он был так себе, осваивал чертежное дело быстро, что называется, на бегу. И вот там, в этом чертежном отделе, он и работал. Там жить уже можно было. Уже можно было жить, но нельзя было писать стихи. Он так, он за все срок заключения написал два стихотворения всего. Невозможно. Кроме того, там случилась вот эта вот история, которая тоже могла бы стать сюжетом для небольшого фильма. Там была женщина 28-летняя, такая красавица невероятная, в прошлом воровка, а ныне жена одного из начальников, начальников охраны. И она очень любила заходить в вот эту мастерскую чертежную и ругаться матом трехэтажным. Ну, это как интеллигенция сидела, увидев красивую женщину, которая матерится там по сколько-то минут. Все смущались, а ей нравилось. И она отбирала там себе любовников. И был такой сюжет. Она находила какого-то любовника, говорила, так, в общем, придешь туда-то. Какое-то время они встречались, а потом их засекал муж, начальник охраны. Ну, и все. И человек получал наихудшую из работы, наихудшие из условий. И вот глаз ее упал на Заболоцкого. И Заболоцкий ей отказал. И очень быстро оказался в карьере. Очень быстро оказался в карьере. Но и тут его спасла, спасла судьба, потому что за него заступились. Он опять вернулся туда, к чертежникам. Но, наверное, самой большой удачей было, когда во время начала войны всех быстро перевели на лесозаготовки. На время все чертежное дело прекратилось. Он оказался там, где и был в самом начале. И вот куда-то стали перевозить заключенных. И была переправа через Амур. Все относились к этой переправе через Амур с большой опаской, с невероятной опаской. И вот ночью всех повезли. И был такой человек Воронцов, который, с одной стороны, он руководил чертежным отделом, не очень уважал своих сотрудников, но вытащил их с этой боржи. То есть приходил прям за шкирку вытаскивал. Кричал трехэтажным матом, а кто работать будет? И вот вытащил, в том числе, Николая Алексеевича Заболоцкого. Боржа утонула. Заболоцкий всегда считал, что это было такое потопление. Ну, расстреливать вроде бы дорого. Вот, чего возиться. Было такое потопление политических заключенных. Ну, на случай чего? На случай того, если там вот японцы пойдут куда-то на наступление. И вот он так вот и второй раз остался жить. И надо сказать, что выжил. Он выжил, да, и, конечно, эти полтора года лишних прожил. И когда очутился на поселении, приехала жена с детьми. И там есть такой трогательный эпизод. Вот, может быть, такие три эпизода коротких. А жена стояла и не хотела видеть его при свете. Ну, потому что она испытывала чувство такого счастья, что она боялась, что с ней что-то случится. Она потеряет сознание. Хотела увидеть его сначала в темноте. Второй эпизод. Это зэк Заболоцкий вдруг слышит радио. И по радио читают его перевод «Витязь в тигровой шкуре» Шатару Ставельда. И вот что испытывает великий поэт. А третьи его же арестовали в составе террористической группы, которой руководил, по мнению НКВДшников, Николай Тихонов. А Николай Тихонов не сел странным образом. И вот он опять по радио слышит о том, как Николай Тихонов награждают орденом Ленина. Тихонов почему-то понравился Сталину и сам его полюбил. И Заболоцкий начинает «Ну, я же здесь нахожусь, потому что я под руководством Тихонова какие-то там антисоветские действия террористические предпринимал». А вот Тихонов орден Ленина получает. Может быть, и меня. Но, конечно, в ситуации вот этого абсурда все эти крики были совершенно бессмысленны. Война закончилась. Николай Заболоцкий вышел на свободу. Но об этом в нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok